Сегодня, кажется, в любой рекламе, фильме и соцсети нам раскрывают секрет тысячи и одного суперэффективного способа иметь идеальное тело. Как привести себя в форму к Новому году, как подсушиться к лету, как похудеть, чтобы бывший понял, кого потерял. Но как мы до этого догадались? Почему мы стали так одержимы телом и в какой момент стройность стала мерилом успеха и красоты? Многие из нас слева верят, что как только мы станем худыми, то все наши проблемы мгновенно решатся. Уверенность удвоится, красота утроится, а парни будут падать к вашим ногам, как только вы выйдете из дома. Ох, если бы это было так, я бы уже давно жевала только морковь и сельдерей. Но даже когда я влетела в эксцесс после стрессовой осени, проблемы мои не улетучились, мир не перевернулся и кардинально счастливее я не стала. Диета — это не просто способ трансформировать тело под свои желания и потребности. Это многомиллиардная индустрия, которая зарабатывает деньги на наши неуверенности. Но правда в том, что никогда не существовало единственного и правильного размера и формы тела. Но мы почему-то слепо верим, что очередная диета будет тем самым поворотным моментом в нашей жизни. Но знали ли вы, что 98% всех диет являются полным провалом? И за каждым таким проектом и диетой скрывается что-то или кто-то, кто заставляет женщин чувствовать себя недостаточно красивыми и уверенными в себе. И нет, это не мировой заговор против женщин. Хотя, смотря как на это посмотреть. Давайте разбираться. Неизвестно, когда люди начали сравнивать и решать, какой тип тела лучше другого, но слово «диета» появилось почти 3000 лет назад в Древней Греции. И означало оно не отказ от сахара на неделю или зеленый детокс, а целый образ жизни. Лучшие напитки, лучшие продукты и обязательный акцент на физических упражнениях. Ничего не напоминает? И это не так уж удивительно, если вспомнить, как в Древнем Риме восхищались женской красотой, телом и воспевали их в произведениях искусств, в статуях, картинах и литературных произведениях. Взгляните, например, на статую Афродита того времени, богиню любви, красоты и наслаждения. Что-то не похоже она на еле живую тростинку. Скорее, у нее пышное, мягкое и округлое тело. Именно такое тело и считалось красивым до начала 19 века. Но потом что-то пошло не так, и в конце 19 века началось повальное увлечение диетами. Важно отметить, что вплоть до 20 века иметь небольшой жировой запас на животе и бедрах было хорошо. Потому что в то время худоба ассоциировалась с голодом, нищетой и болезнями, а полнота, наоборот, со здоровьем и долголетием. В 18 веке ожирение начало диагностироваться как медицинская проблема. И понеслось. Вначале, как ни странно, касалась эта проблема в основном мужчин, а не женщин. Стали появляться профессии, на которых больше не нужно было размахивать косой в поле по 12 часов в день. У людей стало крайне мало физической активности в течение дня и подвижных увлечений. Поэтому неудивительно, что через какое-то время люди случайно обнаружили, что у них вместо спортивного и подтянутого тела дряблая и ослабленная желейка. Тем более, мягкость и объемные формы — это женские черты, а никак не мужские. Но, по крайней мере, именно так и считалось. Поэтому мужчины стали предпочитать времяпрепровождение на свежем воздухе, силовые упражнения и спорт. А то не по-джентльменски это, много есть и занимать два стула. А то еще для дамы места не хватит. Плюс в 1863 году Уильям Бантинг опубликовал первое в США руководство-бестселлер по питанию для мужчин «Письмо о полноте». Женщины все еще делались поблажки. Но ничего, это ненадолго. В этом руководстве рекомендовалось употреблять продукты, которые олицетворяют мужественность и расовое превосходство. Например, такие, как красное мясо и вино. И питаться подобной едой нужно было 4 раза в день. Хорошая диета, надо признать. Не думаю, что она сработает, но я бы попробовала. Уильям Бантинг также был сторонником идеи о том, что лишний вес человека касается только самого человека и не передается по наследству. Поэтому, если у вас есть желание и сила воли, то скинуть лишний балласт для вас не является никакой проблемой. Как вы понимаете, женщин, подобная участь телесных улучшений, тоже коснулась. Просто чуть позже. В журналах начали появляться рисунки Gibson Girl, изображающие высоких, спортивных, уверенных и привлекательных женщин нового стандарта. Тогда все дамы в Америке хотели выглядеть так же. А с началом Первой мировой войны женщинам и вовсе пришлось стать максимально независимыми и сильными, что само собой сказалось на формах и стандартах тела. Сегодня женщины также предпочитают во многом быть самостоятельными и независимыми. И самим решать, как им выглядеть, что надевать, какой макияж наносить и какую укладку делать. Тем более у нас с вами появилось столько замечательных помощников. Таких, как, например, моя новая находка Fionnod Dreamy. Сначала он привлек меня своими небольшими размерами. Как вы видите, он намного компактнее и привлекательнее классических моделей. И это очень удобно, поскольку я порой путешествую, а багаж не резиновый, к сожалению. Да и дома он тоже занимает гораздо меньше места. Фен оказался очень мощным и тихим, а сушка волос практически моментальной. Поэтому теперь я и мои утренние сборы тоже высокоскоростные. Что не может не радовать меня и таксистов, вечно ожидающих меня внизу. Во время работы фен измеряет температуру 50 раз в секунду. И если у вас будет включен, например, режим теплого воздуха, то он будет держать температуру на уровне 57 градусов. Это предохранит волосы от текущихся концов, повреждения структуры и потери цвета, если волосы окрашены. Еще он воспроизводит отрицательные ионы, которые помогают облегчить процесс укладки. Чешуйки волоса закрываются и покров становится мягким, послушным и блестящим. А ионизация снимает статическое электричество и способствует легкому расчесыванию. И также в комплекте с феном есть две насадки. Конусная, она эффективно концентрирует поток воздуха, облегчая укладку. И вот такая щелеобразная для выпрямления и быстрой сушки. При этом все насадки на магнитных креплениях и изготовлены из двухслойных термостойких материалов. Да, качество и удобство мое все. Тем более, что цена во время черной пятницы была более чем приятной. В общем, находка оказалась очень удачной. Идеальный подарок на Новый год не только для себя, но и для кого-то из любимых и близких. Поэтому ссылку на Фенат Дриме я оставлю в описании. Не упускайте такой выгодный шанс сделать каждый день днем идеальных волос. В 1918 году книгу «Диеты и здоровье с ключом к калориям» опубликовала Лулу Хант Питерс. Там она предложила думать о своем теле как об автомобиле, а о еде как о топливе. Есть вы должны были один раз в день. На обед вам предлагалась французская булочка без масла или творога. А есть вы должны были всего не более 1200 калорий. Ну что сказать, эффективность такой диеты бесспорная, но, как говорится, выживет сильнейшей. Еще примерно в то же время были изобретены напольные весы, которые до сих пор помогают нам следить за весом и терять нервные клетки в галактическом масштабе. А также скорый мир узнал о такой женщине, как Коко Шанель и ее маленьком черном платье. Все это повлияло на желание изменить стандарты женского тела. Но, как вы знаете, просто просить у Вселенной идеальное тело не работает. Я проверяла. А вот заработать на этом всем очень даже. И вот отсюда и выходит идея всеобещающей диеты, благодаря которой ты получишь тело мечты, жизнь мечты, и тебе даже не придется обращаться к высоким вибрациям. Реклама таблеток для похудения, волшебных слабительных и жевательной резинки, которые поможет меньше есть. Еще в свое время самая распространенная диета была медицинская и получила название «Диета тысячелетия». Она призывала есть только одно блюдо за один прием пищи, медленно жевать и постоянно делать клизмы. Еще было время, когда женщин даже призывали курить для того, чтобы снизить аппетит и, как следствие, вес. Ну да, и срок жизни заодно, чтобы не мучились, видимо. В 1920-х годах наступило время Голливуда, а с ним и время стройных шикарных женщин. А выглядеть подобным образом им помогала 18-дневная диета. Смысл ее заключался в том, чтобы в течение этого времени сидеть только на апельсинах, грейпфрутах, яйцах, тостах и курить как паровоз. Теперь, думаю, понятно, почему 98% диет оканчиваются неудачей, а иногда смертельной неудачей. Ну, с таким-то подходом. Одним из доказательств подобного подхода может служить история женщины по имени Рита Дейл Уотсон, впоследствии взявшая псевдоним Барбара Ламар. С самого детства у Риты была одна единственная мечта — сниматься в кино. И она сделала все, чтобы этого добиться. Приехала в Голливуд, начала работать там статистом, затем сценаристом, а после исполнила мечту и стала таки актрисой. Она снялась в 27 популярных фильмах, ее боготворили, ей восхищались, а ее фигура была верхушкой желаемого каждой женщины в те годы. Вот только для того, чтобы поддерживать свою неестественную худобу, она перепробовала всевозможные диеты, игнушаясь экстремальными вариантами, которые включали дождевых червей. Но неудивительно, что все эти эксперименты привели к множеству заболеваний, от которых она впоследствии скончалась. На момент смерти ей было всего 29 лет. Да, на что только не идут женщины, чтобы быть красивыми и популярными. Я думала, что большинство женщин заводили для этих целей мужчину, а вот Рита Уотсон сделала выбор в пользу червяка. Хотя я ее иногда в чем-то понимаю. И этот случай не единичный. Расстройством пищевого поведения в то время страдала каждая вторая женщина. Но время идет, и стандарты красоты меняются вместе с ним. Во время гражданской войны худоба перестала считаться красивой. Пышечки снова вошли в моду. Потом снова вышли, потом снова вошли и так далее. А я не раз говорила, что нет ничего не постояннее трендов. Как вы понимаете, на протяжении всего этого времени добрые и заботливые компании помогали всем желающим или сбросить вес своими диетами, или набрать его. В общем, зарабатывали как могли. Вот, например, была одна настолько популярная диета, которую знали и промывали практически все. Возможно, даже кто-то из нас с вами. И это диета Аткинса. Диета основана на снижении углеводов, при этом жиров вы можете хоть объесться. Думаю, понятно, почему она приобрела такую популярность. Мясо, рыба, яйца, сыр, молоко. Ешь не хочу. Вот только, как и любая диета, эта диета подходит не каждому и имеет ряд противопоказаний и побочных эффектов. Такое большое количество жиров в долгосрочной перспективе может привести к смерти из-за закупорки сосудов. В общем, не для слабонервных. Нет ничего плохого в том, чтобы стараться питаться здоровой пищей и заботиться о своем теле. Но это может привести к очень опасным последствиям, если зайти слишком далеко. Женщина по имени Джейн Фонде увидела, насколько разрушительной может быть культура питания для женщин и попыталась это исправить. И, нужно сказать, у нее это получилось. В 1981 году Джейн выпустила книгу под названием «Книга тренировок с Джейн Фонда». Теперь для того, чтобы похудеть, ей нужно было искать место для тренировок и тягать гири. С ней путь к стройности стал приятным, веселым и вдохновляющим, зажигающая музыка и простые движения. Неудивительно, что ее методика была на расхват. Книга стала абсолютным бестселлером, и все это сподвигло Джейн записать видеоролики с упражнениями. Сейчас ей 84 года, и она до сих пор просто шикарно выглядит. Джейн Фонде является одним из примеров того, что существует и положительная сторона диетической культуры. Но, как известно, у Медали всегда две стороны. И Джейн не исключение. В интервью она как-то призналась, что большую часть своей взрослой жизни боролась с болемией. А это очень и очень непросто. Ведь психологические заболевания не скидываются так же легко, как вес. Далее наступает 90-е, и популярность начинает набирать новые способы стандарт того, как нужно выглядеть. Бледная кожа, темные круги под глазами и болезненная худоба стали новым идеалом. А помощником в дотяжении желаемого героин. Недешевый способ, я вам скажу, да и не самый здоровый тоже. Сподвигло общество к такому нестандартному способу похудения Джиэк Оранжи. Известнейшая супермодель в 90-х, которая пристрастилась к героину. Ее худощавый образ так понравился модам-дизайнерам, что они стали требовать от других моделей того же самого. В то время подхватили это течение даже такие модели, как Кейт Мосс. Но важно отметить, что она сама героин не принимала, но похожий образ воссоздавала великолепно. И однажды сказала такую фразу, которая сподвигла огромное количество женщин стремиться именно к такому образу тела и разрушительной диете. Она сказала, что нет ничего вкуснее, чем чувствовать себя худым. Вот так в Америке началась чудовищная волна героинового шика, а впоследствии и время повального пищевого расстройства. Ну, вы знали, например, что в среднем женщина сидит на диете около 17 лет? Многие журналы и таблоиды давно увековечили идею о том, что ценность женщины зависит от ее внешности и в том числе веса. Ну, да, душа слишком эфемерное понятие, чтобы быстро и много на этом заработать. А вот на теле можно заработать миллиарды, что уже куда осязаемее. Фильмы начала двухтысячных переполнены токсичным отношением к женщинам немодельной внешности. Позьмем, например, одну из самых известных кинокартин того времени, дневник Бриджит Джонс. Бриджит – обычная среднестатистическая женщина, которая делится с нами своими жизненными трудностями. По сценарию фильма ее бойфренд изменяет ей с высокой, стройной и худой женщиной модельного вида. И это подстегивает главную героиню как можно скорее изменить себя. Культура веса и диеты занимает центральное место в этом фильме. Женщина постоянно борется с килограммами, и самооценка Бриджит все время колеблется вместе с ее весом. Ну, логично, если даже мама называет себя пельмешкой, а любовница парня толстой. Я, глядя на Бриджит, всегда задавалась вопросом. Может, я чего-то не вижу, потому что мне она оказалась абсолютно нормальной. Да, ни супермодель, ни фитнес-тренер, но и больших проблем с весом у нее нет. Но даже сама актриса Рене, которой пришлось набрать вес для этой роли, говорила, что не смогла смотреть на себя такой толстой. По окончанию съемок она бросила все силы, чтобы скинуть лишние килограммы, а СМИ рассматривали это как подвиг с ее стороны. Но знаете, что интересно? Бриджит стала намного счастливее, увереннее в себе и даже нашла достойного мужчину в конце фильма, когда ее вес был далек от идеального. И это наталкивает на мысль, что наша ценность не определяется килограммами. У нас есть что-то большее, чем цифра на весах. Но кинематограф катастрофически со мной в этом не согласен. И вот вам еще один пример. Дьявол носит Прада. Энди, главная героиня фильма, в то время, пока еще не сказали, как надо и как правильно, носит широкие штаны, удобные блузки и, о боже, ест булку с маслом. В то время, как красотки из мира моды надевают шикарные наряды даже в туалет и отмеряют мюсли чуть ли не поштучно. И да, фильм не рассматривается как что-то необходимое для жизни человека, а признается только как средство для набора веса. Поэтому после пары дней в токсичной среде у Энди почему-то пропадает аппетит. Это показывает, как быстро люди усваивают этот токсичный менталитет. И когда главная героиня похудеет, то они с Найджелом будут праздновать потерю веса. На протяжении всего фильма нападки на вес Энди считаются нормой. Она принимает их, худеет и вот тогда становится настоящей победительницей по жизни. И вот после таких фильмов, хочешь не хочешь, а подумаешь, может я тоже не такая уж и худая, если мне на голову не свалились признания, миллионы и мужчина мечты. Тикток тоже подливает масло в огонь. Вот, например, некоторые из вирусных видео на тему, что я ем за день, демонстрируют явно не очень правильные пищевые привычки. Ну, смотрите сами. У этого видео больше 6 миллионов просмотров. За день девушка съела одно яблоко, 3 яйца, пару фасолинок с мясным фаршем, пару кусочков сыра и маленькую упаковочку попкорна. Я сначала подумала, что она просто позавтракала, но девушка за день съела примерно 1200 калорий, при том, что она не худеет, а по ее словам всегда так питается. Но если бы я так всегда питалась, мне бы хватило сил только полежать. Часто люди думают, что если не доедают, то уходят в вес, а на самом деле уходят в здоровье. Ухудшается метаболизм и иммунитет, появляется чувство тревоги и постоянная усталость. Так что если вы за сохранение здоровья и развития, то заходите ко мне на страничку в инстаграм, присылайте плюс дилет, и я вычтю вам полезные гайды по правильному питанию, тренировкам, блогингу и самым актуальным онлайн-профессиям. Буду ждать вас там. А еще совсем скоро у меня стартует курс фриланс от A до Z, где вы сможете определиться с профессией мечты и начать зарабатывать на этом уже через 6 недель. Ссылка также будет в описании. С доказательной культурой в разрез идут не только факт недоедания, но и различные компании. И они, пожалуй, единственные, кто получает пользу от подобной пищевой культуры и диет. С помощью нам заботливые корпорации и псевдоврачи создают мегаэффективные продукты, которые не подтверждены медицинскими исследованиями. Например, такие как капли для улучшения метаболизма или совета диетолога по типу смешайте лимон, яблочный уксус, острый перец и получите вздутие и несварение. Глядя на все то, что происходило последние десятилетия, можно сделать вывод, что нет диеты, которая подходила бы всем и вся. Один гуру может сказать одно, другое другое. Но единственный человек, который имеет реальную возможность делать вас по-настоящему красивыми и счастливыми, это вы сами. Поэтому вместо того, чтобы постоянно сравнивать себя с идеальными девушками из Инстаграм или ТикТок, стоит сфокусироваться на том, чтобы жить и чувствовать себя в гармонии с собой. Ставьте лайк, заходите ко мне на страничку в Инстаграм и пишите в комментариях, какие диеты вы промывали и какая стала для вас самой эффективной. А я с вами прощаюсь и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok